Прививочный пункт в автозаводском районе Тольятти организовали на базе ТОС в рамках акции «Здоровый двор, здоровый дом». Процедура такая же, как в медицинском учреждении. Врач проводит осмотр, измеряет давление, уровень кислорода в крови. Если нет противопоказаний, можно делать укол. Галина Крылова пришла на ревакцинацию сама и привела свою маму. Ей скоро исполнится 89 лет. Она прививается в первый раз. Хочу, чтобы тоже была здорова и долго жила, счастлива и здорова». Среди тех, кто пришел за повторной дозой вакцины – Татьяна Иванцева. Первый раз прививалась еще летом. Теперь решила обновить свой защитный барьер. «В целях профилактики, поскольку я бабушка пять раз, вдруг внуки в гости приедут. На всякий случай надо быть во всеоружии. В поликлинику, во-первых, и дальше, а здесь я рядышком живу в соседнем доме. Я бы с удовольствием пришла и на повторную сюда». В Тольятти, как и по всей стране, увеличивается заболеваемость, вызванная новым штаммом коронавируса – омикроном. Вакцинация по-прежнему остается самой надежной защитой, уверяют медики. Чтобы привиться смогли все желающие, наращивают количество прививочных пунктов и повышают информирование населения о проводимых акциях. «Акция «Здоровый дом, здоровый двор» проходит у нас не в первый раз. И в помещении то, что это организовано, жителям очень нравится. Жители в любое для себя свободное время могут подойти, провакцинироваться, ревакцинироваться спокойно, без очереди. Мы жителей оповещаем о дате, о времени проведения этой акции. И жители потом приходят очень довольны и очень рады. И эта акция показала свою эффективность». «И вот такая подготовительная, организаторская работа дает хорошие результаты. Вы видите, что очень много людей, очень хорошая активность и действительно люди очень довольны. Говорят нам спасибо. Мы все сидим, помогаем, оформляем документы». Врачи напоминают, что прививка уберегает от тяжелого течения болезни. Важно также своевременно пройти повторную вакцинацию спустя полгода после первой. Особое внимание своей защите нужно уделить группам риска. Пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями, а также молодым родителям, которые, привившись, могут обезопасить от коварного вируса своих малышей. Светлана Кудрявцева, События.